Всем привет! Закончил реставрацию еще одной бритвы. Бритва поедет к своему новому владельцу. Хотел о ней немножко рассказать. Бритва очень интересная, реставрация была сложная. Но прежде это ремешок. Ремешок заказывали к бритве. Сделал ремешок такой же, как обычно мы делаем. Глянец мягенький, эластичный, хороший. Сама бритва. Бритва от компании Crownraiser Co. Компания американская. У нас об этой компании было отдельное крупное видео. Большой обзор. Если кому-то интересно об истории компании, да и вообще об этих интересных американских бритвах посмотреть, я ссылочку на него оставлю в аннотациях и в описании к видео. Вот на клейме можно видеть Crownraiser Co. Это название американской компании. И адрес их штаба. Это Бостон, штат Массачусетс. Где они делали бритвы, до сих пор неизвестно. То есть они могли в Женеву Катлер и Ко заказывать в Америке. В те годы как раз там завод активно работал. Ну или в одной из более мелких компаний, в Литтл Вайли. Либо заказывать в Германии, как это делали многие американские продавцы той эпохи. Это где-то 1910-е, 20-е. Но поскольку на бритве нету Made in Germany, вообще ничего нету, то скорее всего именно вот эти Crownraiser сделаны именно в Америке. Ну честно говоря, я даже тот обзор свой не пересматривал, не помню. Возможно я там более точную информацию по ним давал. Ну вот как-то так. Вот. Что было сделано? Была сделана полная перешлифовка. Вообще всего полная разборка, шлифовка, нанесение нового сатина. Вот здесь у бритвы выборка приблизительно наполовину. Вот. Сейчас как-нибудь покажем. То носик темный полностью в таком свете. Вот выборка примерно наполовину. Раньше это называлось экстра выборка. Поэтому на гравировке глубокой можно видеть экстра холл граунд. Гравировка глубокая сохранилась в принципе очень хорошо. И в данном случае я решил провести ее по золоту. Вот. Наносил аккуратно. Плюс сверху законсервировал специальным полимером. Вот. Вы его ни на ощупь не почувствуете. Ну никак ни на что не скажется. Не в брите естественно. Но это запечатывает нанесенную краску. И она останется я думаю на долгое время внутри гравировки. Вот. Такой вот новый способ. Недавно начал его применять. Но на своих бритвах делал. В принципе вот активно использую. Все в порядке. Все хорошо держится. Вот. Ручка тоже от американки. Американская типичная. Это целлоид. Тоже была полностью перешлифована. Такой интересный цвет. Под натуральный рог. Ну вернее не под натуральный. А под рог травленный в азотной кислоте. Вот. Клинышек здесь был именно вот такой. Это очень тоненький свинцовый. Для утяжеления. Потому что ручка очень легенькая. Для более удобного корректного баланса. Он из свинца сделан. Вот. Пины и шайбочки поставил латунные. Стандартные. Тут полнотрехмиллиметровые по диаметру. Ну такой вот клиночек получился. Бритва хорошая. В принципе она полностью идеально чистая со всех сторон. Он для новичка будет более чем в самый раз. Покажу как тесты проходят. И сегодня отправлю. Вот Chrome Razer. Они. Почему я решил нанести позолоту. А в обзоре позолота нет. Ну тогда еще таким не занимался. Именно вот настолько. Не заморачивался. Ну сейчас заморачиваюсь. Хочется в оригинал восстановить. Почему именно позолота. Ну потому что во всех старых рекламах. Которые были от этой компании. О бритвах этой компании. Там написано. Gold. Etched gold. То есть. Гравировка. Позолоченная. У них была. Небольшая серия. Бритв. С почти одинаковым дизайном. С разными типами гравировок. Вот. Они все были позолоченные. Опять же. Там в старом обзоре. Я подробнее рассказывал. Какие виды были. Показывал. В вырезке. Из старых газет. Американских. Ну в основном реклама. И каталоги. Вот. Ну по этой бритве. Что вам могу сказать. Заточена с одним слоем изоленты. Поэтому. Будет правиться без проблем. Без провиса. То есть. Ну. Так точно. Как я показывал в роликах. О правке. Бритв. То есть. Здесь. Из нюансов. Есть только. Ну. Вот. Как можно видеть. Малое закругление к носику. Но. Опять же. Обычными прямыми движениями. Ну. Или по диагонали. Если будете проводить. Она будет направляться. Процентов на 90. А то и больше. То есть. Вот эта вся часть. Будет правиться. Даже вот. До суда. То есть. Тут самый кончик. Ну. Я не знаю. Пол сантиметра может. Вот. Его надо будет отдельно править. Слегка приподнимая пяточку. Вот. В остальном. Тут все без нюансов. Что касается реза. Рез должен быть хорошим. Бритвы эти. Достаточно мягенькие. Вот эти вот американки. Я сам с такой начинал. В принципе. И в коллекции такая же точно одна лежит. Хорошие. Интересные бритвы. Я думаю. В принципе. Вам должно понравиться. Ну. Все. Сегодня отправлю.